Вера Владимировна, давайте начнем с ним. У нас отмечается два праздника, посвященных донации и сдаче крови. Это Международный день донора и Всероссийский. Давайте чуть подробнее о них и об их предыстории. Первый праздник, который мы будем отмечать, мы будем отмечать 20 апреля. Это Национальный день донора. Посвящен он первому переливанию крови, которое было проведено в России еще в 1832 году. Врачом-акушером Андреем Мартыновичем Вольфом. Тогда во время тяжелейшего кровотечения, собственно говоря, больная погибала, рженица погибала, он перелил кровь от мужа. Вот этот случай, собственно говоря, позволил нам отмечать этот день. Но вот, к сожалению, не каждое переливание так хорошо проходило. И на одно переливание было 3-4, а то и 5 случаев переливаний, которые заканчивались плачевно. И только в 1900 году австрийский иммунолог, врач Карл Ланштейнер открыл группу крови. А в 1930-м он получает за это Нобелевскую премию. День рождения Карла Ланштейнера, 14 июня, является всемирным днем донора. Вера Владимировна, многих людей от одного вида крови начинает мутить. И все же вы выбрали это делом своей жизни. Как так получилось? Ну, у меня мама работала на станции переливания крови очень долгие годы. Поэтому еще с детства я знала о заготовке, знала о донорах, бывала в операционной, бывала на переработках. Поэтому, когда я приехала сюда, в город, в 1982 году в интернатуру, а потом мне предложили работать в отделении переливания крови, у меня ни капли сомнений не было. И я благодарна своему учителю Семеновой Татьяне Алексеевне за то, что она меня пригласила и сделала мою работу, работу трансфузиолога, делом всей моей жизни. Скажите, а что такое работа трансфузиолога? Что она подразумевает и какое наполнение включает? Вообще, в принципе, всю нашу работу можно разделить как бы на две части. Это производственная часть и клиническая. В принципе, кровь как таковую мы не переливаем, мы из этой крови делаем компоненты крови. Потому что чаще всего пациенту нужна не цельная кровь, вот такая, какую мы забираем в специальный контейнер для забора, а разделить на компоненты или элитроциты, или плазма, или тромбоциты. Вот в зависимости от того, чего не хватает этому человеку, именно тот компонент мы переливаем. А в каких ситуациях человеку может потребоваться переливание крови? Ну, на ум сразу приходят аварии, катастрофы. Но, я так понимаю, это очень малая часть ситуации, когда необходима ваша помощь. Вот на примере постоянной работы вашего отделения, с чем вам приходится сталкиваться ежедневно? Ну, вот вы правильно отметили очень большую часть пациентов. Это аварии, это экстренные ситуации, которые, в общем-то, человек и не планирует, и даже не думает о том, что может с ним произойти. Но в большинстве своем это все-таки гематологические больные. Это акушерство, гинекология, когда тоже, в общем-то, экстренно все происходит. И это кровотечение, ну, скажем, желудочно-кишечное кровотечение. Да и любой вид кровотечения, это, в общем-то, наши пациенты. Ну, и в зависимости от того, каких, я уже говорила, каких клеток не хватает, или какого компонента крови не хватает, вот мы переливаем тот или иной компонент. Например, при, скажем, тромбоцитопениях, когда не хватает тромбоцитов, мы готовим специальный концентрат тромбоцитов. Если это гематологические больные, когда очень низкий гемоголовин у пациентов, мы, конечно, переливаем эритроциты. Если у больного, скажем, с печеночной патологией, печень не вырабатывает фактор свертывания, и кровь просто истекает, она не может свернуться, да, там, где нужно, когда нужно, да, мы переливаем плазму, то есть мы восполняем факторы свертывания. Поэтому контингент, группа больных очень большая. Вообще, нужно сказать, что в нашем городе ежегодно мы переливаем, в общем, осуществляется, скажем так, более двух тысяч переливаний. Это, в общем-то, большое количество. Вера Владимировна, а как сейчас выглядит процедура переливания крови? Насколько это технологически сложный процесс? Ну, не процедура забора, если мы говорим просто о крови, не процедура переливания, технологически не сложный процесс. Вот скорее приготовление препаратов, ой, извините, компонентов крови, там, где нужно сложное оборудование, оборудование, большие центрифуги, рефрижераторные. Если мы готовим плазму, это специальные аппараты для заготовки плазмы. Вот это, скорее всего, технологически сложное оборудование. А переливание — это капельницы. Главное, доктору решить, сколько нужно перелить. Это лечащий врач принимает решение, в каком объеме, когда, какой компонент крови нужен, потому что мы можем выдать несколько, те же эльтроциты в разных видах, с разными сроками хранения. Скажем, мы можем фильтрованные приготовить, отмытые эльтроциты, просто сделать бесклеточные. То есть в зависимости от того, собственно, какая среда нужна этому пациенту, врач просит, и мы готовим эту среду. Ну, а переливание — это уже через обычные системы, так же, как любые растворы. Самое главное — это обеспечить безопасность переливания. Она должна принести максимум пользы больному и минимум вреда донору. То есть поэтому доноры больные не берутся, потому что мы говорим, то есть люди больные не берутся в доноры, скажем так, а кровь должна быть их максимально безопасной для пациентов. Вы сказали, что вопрос о переливании решает врач и назначает. А врач с трансфузиологом консультируется? Обязательно. Вот если это стандартная ситуация, и врач, конечно, уже ориентирован. Кстати, у нас все врачи проходят обязательно обучение по вопросам трансфузиологии. Это говорено приказами здраво. Врач, приступающий к переливанию, обязательно должен пройти обучение по вопросам трансфузиологии. Поэтому, если это стандартная ситуация, конечно, врач может обойтись и без консультации с трансфузиологом. Но если это массивная кровопотеря у больного, или если это какой-то сложный случай, или сложный подбор, то обязательно, конечно, и консультация с врачом-трансфузиологом. А я уже говорила, что иногда бывает, что врач-трансфузиолог сам приходит и сам переливает такому пациенту. Вера Владимировна, давайте чуть-чуть отвлечемся. Несколько групп крови. А в медицинском сообществе есть понимание, почему вообще человечество так разделилось в этом вопросе? Это какой-то эволюционный механизм. Отдельные группы лучше приспособлены к заболеваниям. Вы знаете, вообще, в принципе, несколько теорий о возникновении групп крови. Ну, с другой стороны, также, почему голубоглазые, почему кореглазые, сероглазые, брюнеты, блондины? Ну, вот, как бы говорят, что группы крови — это то же самое, из той же оперы. Кто-то говорит, что, скажем так, вот монголоидов больше с третьей группой. Кочевники. Кочевники, да. А Европа — это больше первая группа, да. То есть, вот, по-видимому, где-то человек, сложно ведь сказать, да, вот сейчас эволюционную теорию, то отметают, то снова к ней возвращаются. Но, скорее всего, это все-таки группа людей, которая из какой-то определенной области вышла. И поэтому, где-то мы видим люди, скажем, с первой отрицательной, скажем, сейчас могу спутать, но где-то в Андорре, по-моему, да, вот их очень много первых отрицательных. Где-то, я уже говорила, монголоиды, в основном третья группа. То есть, в принципе, но в силу того, что мы же все намешаны, да, в России, поэтому у нас и вторая группа, и первая, и третья, и четвертая. Но самое, уж вот мне часто задают вопрос, какая самая редкая в России, это четвертое отрицательное. То есть, вообще, всего четверть населения, это же четвертая группа, а четвертая группа, это когда есть ген, и второй, и третий, вот, как бы два гена соединились на электроцитете, получили четвертую. Вот, всего четверть населения у нас четвертой группы, а из этой четверти всего 15% отрицательных. Вот, можете представить, сколько четвертых отрицательных. Поэтому и доноров-то среди них, конечно, не так много. Вообще, у нас в городе около 10 человек доноров. Я говорю об активных донорах, о тех, кто сдаёт. Вот в настоящий момент их немного. И, конечно, когда возникает ситуация, вот поступает больной, скажем, с четвертой минус, то, в общем-то, бы сразу все 10 человек подозвать не так просто. Правда, у нас есть, опять же, свои технические регламенты, есть свои приказы, где мы можем заменить, скажем, четвертый минус на третий минус, на первый минус. В определенном количестве, в определенном порядке, с определенным подбором. То есть, как бы, зная, что в России не так много, министерство разработало свои порядки оказания помощи таким пациентам. И вот здесь уже точно приезжают трансфузиологи, чтобы помочь врачам, обычным клиницистам подобрать ту кровь, которая будет наиболее безопасна и наиболее полезна пациентам в этой ситуации. Ну, раз уж речь зашла о донорах, давайте поговорим о том, как можно им стать у нас с Сорой. Что для этого необходимо сделать? Ну, донорам стать совершенно несложно. Вот самое главное быть здоровым. Потому что я уже начала свой разговор с того, что у нас очень жесткие критерии и отборы, да, это, естественно, не должно быть инфекционных заболеваний, это не должно быть тяжелых заболеваний крови, да, это не должно быть, скажем, пороков сердца или тяжелых заболеваний сердечно-сосудистых, да. То есть, скажем, перенесенный инфаркт или инсульт в анамнезе или кардиосклероз, это уже является, или, скажем, какой-то порок сердца, это уже является противопоказанием. Я говорила, нам нельзя навредить человеку, который сдаёт, да, а сдаёт он приблизительно 450 миллилитров крови, да, это, в общем-то, ну, это не много, но это и не мало. Поэтому вот для здорового человека, вот помните, я начинала разговор свой с Богданова, вот, кстати, он с чего начал? Он как раз начал свои работы с того, а какая доза будет безопасна для человека? И, собственно, и через какой период мы можем сдать? И, вот, собственно говоря, вот эти 100 лет, они привели к тому, что разработаны во всём мире. У нас, кстати, точно такие же стандарты, как в Америке и Европе. Сколько можно сдать крови? Почему, собственно, мы их и оборудованием хорошо, и расходным материалом тоже хорошо пользуемся, а у нас одинаковые стандарты? Вот эмпирическим путём выработали, что забрать больше 450 миллилитров нельзя, да, там плюс-минус 10 процентов нам даёт, и период между кровоотдачами должен быть 60 дней, не раньше. Вот за это время у нормального человека организм восстановится, и поэтому человек через два месяца может к нам прийти, а вот через месяц никак не успеет восстановиться. Это не только у нас, я говорила, в Европе прийти, вы с той же периодичностью туда придёте сдавать. У них это точно так же. То есть, главное, безопасность для человека. Человек решил, встану в донор. Да. Вот он звонит. У нас есть телефон для записи 6-00-98, медрегистратор, который ответит на все вопросы человека интересующегося. Как стать донором? То есть, она объяснит, она с ним поговорит обязательно, да, она задаст вопросы конкретно, потому что человек иногда не знает, что рассказать. Вот, потому что, скажем, сама банальная операция, например, аппендиктомита, она не является как таковая противопоказанием. Вообще противопоказанием, да. Ну, удалили аппендикс и удалили. А вот на какой-то определённый, у нас есть понятие абсолютных отводов и бременных отводов. А вот временно после этой операции мы обязаны отвести на полгода. Поэтому обязательно медрегистратор расспросит, чем болели, когда болели, что по жизни было, а дамам определённые вопросы задаст. Поэтому, в общем-то, вот человек должен быть настроен на то, что ему зададут ряд вопросов. И, конечно, он должен честно ответить, потому что иногда при какой-то патологии ему самому не надо сдавать. Тоже не надо забывать о периоде серонегативного окна. Что это такое? Это когда человек заразился, вот почему полгода, я сказала, вот переболел человек, сделали операцию человеку, да, или переболел он чем-то, и на полгода мы его отводим. А вот период серонегативного окна, это тогда, когда вирус есть, а антитела, которые мы ищем к этому вирусу, ещё организмом не выработались. И мы можем дать отрицательный результат и перелить эту кровь. То есть человек, если где-то переболел, приехал и скрыл, он может послужить источником заражения. Поэтому люди иногда возмущаются и говорят, а почему по прописке продолжаем брать? А именно поэтому и продолжаем. Чтобы не получилось так, что человек, который чем-то переболел, серьезным инфекционным, приехал к нам, скрыл эту ситуацию. Мы взяли и, попав в период серонегативного окна, не определили у него эту инфекцию. Поэтому отслеживаем. В течение года, если он здесь проживает, всё нормально, он не болел. Мы понимаем, что период серонегативного окна прошёл. Если он чем-то переболел, антитела у него уже выработались. И тогда мы чётко можем определить, можно эту кровь переливать или нельзя. Есть у него вирус в крови или его нет. Я так понимаю, все даже малейшие сомнения вы трактуете категорично. Да, все даже малейшие. Вот, к сожалению, в последнее время мы иногда не находим понимания среди людей. Я хочу сдать кровь, я хочу быть донором, а вы отводите. Вот люди должны понять, что мы, в принципе, не против, чтобы кто-то конкретно не сдал кровь. Мы как раз стоим на страже и его здоровья, и здоровья того, кому мы переливаем кровь. Вот когда есть это общее понимание, что не против тебя эти действия, а за то, чтобы было всё хорошо, тогда у нас позитивный диалог. Дальше человек, его расспросили, всё нормально, всё хорошо, он здоров, мы записываем его на кровоотдачу. У нас предварительная запись. Вот за этот период, обычно это недели две, мы соберём все сведения о нём. Это и из поликлиники, из психдиспансера, из кожевендиспансера, ЦГСН, да, или сейчас региональное управление. Вот если все медицинские структуры говорят нам, что человек здоров, тогда он приходит и обязательно перед кровоотдачей сам сдаёт кровь из пальчика. Мы смотрим, что с его кровью всё хорошо, у него хороший гемоголовин. Я же говорила, мы не должны навредить человеку. У него хороший гемоголовин, у него хорошие лейкоциты, он здоров. Его обязательно смотрит врач, он его послушает, послушает его сердце, померяет давление, проверяет его горло, проверяет его кожные покровы. Если человек здоров, он пьёт чай, а перед донацией это обязательно, это профилактика обморочных состояний, идёт сдавать в операционную кровь. У нас всё одноразовое, начиная от ланцетов, которыми мы берём кровь, ну и заканчивая, естественно, теми системами, пробирками, системами, в которые мы забираем кровь. Поэтому бояться, что где-то заразиться, иногда ведь люди боятся заразиться на станции, вот я сдавал, я могу заразиться, нет, на станции заразиться невозможно. И это везде так, не только в нашем отделении. Вот куда бы он ни пришёл, во всей службе крови страны, всё одноразовое для донора. Начиная даже от, собственно говоря, вот я говорю с квалификатор, но даже шпатель, которым смотрят горло, тоже одноразовое. То есть всё, что соприкасается с донором, используется только один раз. Я причём слышал, что по медицинским стандартам всё это должно ещё и вскрываться в присутствии донора. Естественно, естественно, без всякого сомнения. В общем, я так понял, хочешь проверить своё здоровье, записывайся в доноры, с ног до головы посмотрят. Ну, лучше, конечно, так здоровье не проверять, для этого есть профосмотры. Вот лучше так проверить своё здоровье. Но, в принципе, да, если вы стали донором, то здесь уже вот это точно, вы здоровы, это однозначно. Есть, правда, заболевания, я говорила, есть временные отводы, да? Ну, скажем так, хронический бронхит. Вот в момент обострения он противопоказанием является противопоказанием. Если у человека просто хронический бронхит, и сейчас в сей момент он чувствует себя хорошо, и все показатели хорошие, то да, это не противопоказание. То есть человек может быть не абсолютно, вот в нашем понимании, да, как бы он здоров, то есть он здоров, но у него может быть какое-то хроническое заболевание, которое не будет являться противопоказанием к донорству. Но, опять же, вот все вопросы решает врач, без всякого сомнения. Вера Владимировна, осталось совсем немного времени. Давайте ещё раз поговорим, ещё раз обозначим, как человеку, который желает стать донором, можно заявить о своём намерении. Я уже говорила, что позвонить по телефону 6-00-98 и сказать, что такой-то такой-то Иванов Иван Иванович, мне столько-то лет, а, кстати, донорами могут стать люди от 18 лет, то есть это, во-первых, дееспособные, естественно, это граждане Российской Федерации с 18 лет и до бесконечности. Главное — быть здоровым. Медрегистратор обязательно озвучит, на какое время он записан. Например, его записали на 20, я так сейчас вот просто называю цифру, да, на 25 марта. Предупредить, что обязательно перед приходом к нам он не должен выпивать 48 часов, ну, как минимум, это как минимум, не должен принимать антибиотики определённое время, не должен принимать аспирин, потому что они влияют на свёртывающую, да, то есть как бы он не должен болеть вообще-то, он должен прийти к нам здоровым, то есть если человек заболел, приходить к нам не надо, и это всё предупреждает, обо всём предупреждает медрегистратор. Если всё хорошо, человек приходит в назначенное время и сдаёт кровь. Всё очень просто. Но, в принципе, в принципе, вот я говорю уже несколько раз сказала про телефон, но не сказала, что у нас не записи по вторникам, ой, по понедельникам и средам в определённое время с 8 до 10, ну, так, чтобы у нас у всех свои функции, да, чтобы не отвлекать медицинских работников от дел других, например, от заготовки, от самой заготовки крови, да. Вот, и некоторые доноры жаловались, что к нам очень сложно дозвониться, это я так говорю, вот позвонить и записаться, а дозвониться сложно, потому что, ну, сами понимаете, вот если даже не 500 человек, или там не 600 человек, которые, да, есть у нас, звонят вот в очень такое ограниченное время, то понятно, прозвониться не всегда просто. Вот для этого, собственно говоря, с марта месяца у нас внедрён донорский светофор. Что это значит и как им воспользоваться? Это зайти на официальный сайт нашей больницы, СКБ-50, в отдел информации. И первое, что там строчечка, донорский светофор. И человек увидит, нужна его кровь сейчас пациентам нашей больницы, или он может повременить со своим звонком. Если горит зелёный свет, значит, у нас достаточно количество крови, и поэтому со звонком он может подождать. Если горит жёлтый свет, это значит, что ты можешь записаться, вот сейчас ты можешь записаться, позвонить, тебя обязательно запишут. На завтра или там через три дня, через четыре, это уже как бы всё зависит от того, сколько до тебя прозвонилось народу. Но в любом случае тебя обязательно запишут. Если горит красный свет, это значит, крови у нас немного, а есть пациенты. И поэтому вот нам сейчас нужна кровь. Поэтому тебя даже не через неделю запишут, а на ближайшем или часы, или день-два. То есть вот донор может сориентироваться. Вот сейчас горит, скажем, практически всё зелёным, у нас крови достаточно, но жёлтый третий минус, четвёртый минус, третий плюс. То есть вот доноры с этими группами могут звонить, их обязательно запишут. Друзья, на этом время наша передача подошла к концу. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с заведующей отделением переливания крови клинической больницы номер 50 Верой Николаевой. Вера Владимировна, большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам в вашем непростом, очень почётном деле. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин